Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем разбирать товарищеский матч между украинским гроссмейстером Юрием Аникеевым и белорусским гроссмейстером Евгением Кондраченко. В седьмом микроматче оба соперника по очереди провели красивые комбинации. Друзья, когда гроссмейстер пропускает комбинацию, но если сравнивать это с футболом, это то же самое, что какой-то игрок обвел полкоманды и забил гол в девятку. Это всегда круто. Так что присаживайтесь поудобнее и начнем. Соперникам выпала следующая жеребьевка дебюта. Белая А3 летит на поле Ж5, черная А8 летит на поле А5. В первой партии белыми играл Евгений Кондраченко, черными Юрий Аникеев. Ну и естественно белым надо размениваться, единственный ход. Ну и в этой позиции у черных есть два хода, либо Ж6, либо БЦ5. Друзья, все-таки мне кажется в этой позиции преимущество у белых. То есть после хода Ж6, как сыграл Юрий в первой партии, кажется лучше всего разменяться. Вот таким образом. Да, действительно в этой позиции у черных ослаблен их левый фланг, но в дальнейшем черные могут защититься в этой позиции. То есть особых преимуществ здесь у черных, особых преимуществ у белых в этой позиции нет. Поэтому после нападения белым все-таки лучше разменяться именно вот таким образом, как и сыграл Евгений Кондраченко. Ну далее в партии форсированно возникает следующий вариант. БЦ5, ЖФ2, ЦБ4, ЖА6, БА3, ФЕ3. Критическая позиция. В этой позиции есть несколько вариантов игры. Либо играть АБ6, как было во второй партии, но там немножко другая позиция была. Либо играть ЦБ6. В этой позиции Юрий Аникеев сыграл ЦБ6. Ну и здесь получились очень интересные позиции. Евгений играет АЖ3. И здесь Юрий надолго задумался и все-таки сыграл ДЕ5. В этой позиции плохо играть БЦ5, потому что у белых форсированно встает позиция с огромным преимуществом. Например, белые размениваются, затем играют АБ2, ну допустим ФЕ5, БЦ3, БЦ7. Можно в принципе и ЦБ4 играть. Такой план возможен, но после ЖФ4 все-таки здесь у белых довольно-таки ощутимое преимущество. Ну и дальше также форсировано возникает следующая позиция. ЦБ6, ФЖ3, БА5, ЖХ4, ЕФ6, ЕФ4, ДЕ7, ДЕ3, ЦБ4, ЕД2. Черный играет ДЦ5. И в этой позиции, друзья, есть очень интересный план, разработанный покойным гроссмейстером Владимиром Скрабовым из города Ярославль. То есть обычно в этой позиции игра от ФЖ5, ну и тут игра быстро заканчивается. То есть на ФЕ5 белые размениваются назад, черные жертвуют одну шашку, размениваются на ЦБ3. Ну и после нападения просто отдают еще одну шашку, ставят дамку по большой дороге. Ну и здесь по большому счету никаких ловушек за белых нет. Партия очень быстро заканчивается ничьей. Есть, друзья, второй план, связанный с ходом СД4. Тогда черные сами размениваются назад. Ну и после хода ЕД4 играют ЦБ6, ДЕ3, БА5. Белые нападают. Да, действительно, они здесь выигрывают две шашки. Ну и здесь также возникает абсолютно ничейный эндшпиль. У белых две лишние шашки, но какого-то особого преимущества нет. Ну и особых ловушек каких-то тут нет, кроме петли. Партия заканчивается ничьей. Третий план связан с жертвой шашки АЖ7. Ну, естественно, назад бить нельзя, потому что белые дадут две шашки и форсированно попадут на поле Д8 и выиграют. Поэтому приходится бить вперед, когда белые нападают СД4. Ну и после хода ЕД6 размена белые отыгрывают пожертвованную шашку. Ну и форсированно встает приятный эндшпиль. АЖ5, ДЕ5, Ж6, Е4. АЖ7, ФЖ3. ДЕ3, Ж2. Белые ставят дамку. Ну и на постановку дамки. То есть белые проводят две дамки. Черные за это время успевают шашку С7 перевести на поле А5. И возникают ничейные позиции с некоторой инициативой у белых. Ну и здесь, в принципе, в цейкноте можно запутать соперника. Но здесь, друзья, все-таки будем справедливы. Есть закономерная ничья. Можно играть так в этой позиции. Ну и, как говорится, на десерт, как раз шлифованный Владимиром Скрабовым, план СД4 все-таки. Ну и после размена играем ЕД4. А на ход СБ6 неожиданно играем Ж6. Обратите внимание, друзья, что надо бить только назад. Если черные бьют вперед, то белые здесь выигрывают. То есть проводим комбинацию. Вот такую. И красиво забираем пять шашек соперника. Черная игра от АБ2. Мы ставим дамку. И видите, дамку ставить нельзя по большой дороге. Белые зажмут ее. А если ставят дамку сюда, то белые занимают большую дорогу дамкой. Затем проводят три шашки в дамке. И легко выигрывают с помощью треугольника Петрова. То есть черным надо бить назад. Теперь белые точно нападают ходом ДЕ5. И в этой позиции, друзья, черным надо играть только БА5. То есть ДЦ5 здесь проигрывает. Белые играют ФЖ5. Ну и несмотря на лишнюю шашку, видите, у черных разрыв по флангам. Белые все-таки в этой позиции побеждают. Поэтому здесь черным надо играть только БА5. Ну и после того, как белые выигрывают шашку, черным надо размениваться. Теперь белые играют ФЕ5. Черные СБ2. Белые ЕД6. Ну и на постановку дамки ставим также дамку на Б8. Белые затем проводят две дамки. И получаются такие нудные позиции в защите. Да, ничья у черных есть. Но здесь надо защищаться очень аккуратно и очень долго. Поэтому вот такой Н-шпиль я рекомендую для атаки в этой позиции. Также, друзья, в этой позиции кроме хода ДЕ5, ничьей все-таки ввел ход БЦ7. Здесь возможны прикольные варианты. Белые играют ФФ4 и черные размениваются ФЖ5. Друзья, хочу отметить, что в этой позиции нельзя БЦ5, потому что белые проведут комбинацию. Вы можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют ХЖ5, затем ФЕ5. И проводят вот такую стандартную, но симпатичную комбинацию. И выигрывают. А в этой позиции после размена БЦ5 уже белым надо быть осторожными. Надо играть только ДЦ3. БЦ3 в этой позиции проигрывают, потому что черные сами проводят комбинацию. Играем АБ2, затем АБ4, затем ЕД4. И черные выигрывают. А, друзья, в этой позиции после ДЦ3 все-таки у черных, видите, какая-то страшная позиция. Но белые также испортили свою позицию с помощью хода ДЦ3. И здесь все-таки есть ничейные варианты за черных. То есть играем ЦБ6. На ЦБ4 здесь игра даже с преимуществом у черных будет. То есть размениваемся назад. И, друзья, видите, здесь надо играть АБ2, потому что вот такой стандартный план. За белых с временной жертвой шашки не проходит. Черные четко играют АБ2. Присоска, ну и в какую сторону не бей, везде проиграно. Поэтому приходится играть АБ2, ДЕ7, БЦ3, ЕФ6, ЦД4, ЦБ6. Ну и вот здесь уже можно провести такую жертву. Ну и игра здесь быстро заканчивается ничьей. ЦД2, БА5, ДЕ3, разменялись. А позиция в пользу черных, но ничья у белых есть с жертвами в шашку. И обе стороны прорываются в дамки с ничьей. Если же в этой позиции белые не меняются, ЦБ4, а играют ЦД4, тогда играем ДЕ7. То есть грозим сыграть ЕФ6 и зажать. Белых надо играть только ДЕ5. Черные размениваются назад. Ну и здесь надо играть ЕФ5. Тогда черные жертвуют шашку. Ну и в какую бы сторону белые не били, партия заканчивается ничьей. Например, ну если побили назад, тогда идем в дамки. Надо отжертвовать обратно шашку. Ну и здесь возникают ничейные позиции. Партия заканчивается ничьей. Юрий Аникеев в этой позиции сыграл ДЕ5. Белые разменялись назад. Ну и здесь, друзья, возникает очень красивая идея. БЦ7, ФГ3, ЦД6, ЖХ4. Ну и на ход ДЕ5. БЦ5 здесь возникают после размена ЦБ4 проигранные. Поэтому надо играть ДЕ5. Белые здесь проводят комбинацию. То есть можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белые играют АЖ5. И затем играют ЦБ4. Ну и куда ни бей, везде у черных плохо. Кстати, друзья, хочу отметить, что после боя назад белые проводят вот такую комбинацию. И это позиция выигранная за белых. Кажется, что у черных здесь даже лишняя шашка. Но здесь все очень плохо. То есть в партии последовало ЖХ2, БЦ3. АЖ3, БЦ3. ЖХ2, ЦД2. АЖ5, ДЕ3. И на ход ЖХ4 Евгений сыграл ЕФ2. Ну и тут возникает очень красивая идея. Вот это как раз секретный вариант гроссминистра Игоря Михальченко. То есть на постановку дамки мы спокойно играем дамкой на поле А3. Ну и, друзья, можете убедиться сами, черным просто некуда ходить. То есть после АЖ3 черные бьют дамкой, белые бьют вперед. И дамка отсекает вот эти четыре шашки. Тут никаких шансов на ничью нет. Шашки жертвовать бесполезно. То есть белые будут просто ходить дамкой из угла с поля А3 на поле Ф8. Туда-сюда. И тут никаких идей нет. А если черные играют ЖХ2 дамкой, тогда белые жертвуют шашку, ловят дамку. Ну и также бегают дамкой туда-сюда. Позиция черных проиграна. Друзья, кстати, забавный момент, что данное окончание может получиться и вот из такой леталки. То есть как было в партии между гроссмейстером Романом Щукиным, ну тогда он еще был мастером, и гроссмейстером Антоном Беликовым. То есть белые разменялись, черные напали, снова разменялись. АЖ7 надо уходить на фланг. ФЕ5, ЖФ2. ЖФ6, ФЕ3. ЦД6. Белые разменялись назад. Ну и далее возникает эта позиция. БА5, АЖ3. АБ6, ФЕ3. И на БА7 играем ЖХ4. Ну это уже мы видели. То есть белые жертвуют шашку. Черные также, прошу прощения, белые сперва жертвуют так шашку. Затем играют СБ4. То есть если бьют на С3, тогда объем на Ф6. Мы эту позицию еще рассмотрим. Там все-таки возможная ничья за черных. Тяжелейшая, но она есть. И также возникло это окончание, но уже по-другому. В этой позиции Антон Беликов сыграл АЖ3, Рома Щукин БЦ3. И черные здесь сыграли АЖ5. Рома стал бегать дамкой, а в этой позиции был очень четкий выигрыш. То есть в конце концов белые выпустили выигрыш. Но можно было очень красиво выиграть. То есть надо было сыграть СД2. И на ход ЖФ4 играем именно СД4. Черным надо играть ЖХ2. Мы размениваемся. То есть нельзя ставить дамку. Она тут же ловится. Поэтому приходится жертвовать шашку. Белые бьют на поле А3. И черные наконец-то ставят дамку. Но здесь все-таки проблемы у черных не заканчиваются. Белые выигрывают. То есть белые грозят форсированно провести дамку. Надо этому сопротивляться. То есть переводим дамку на поле А6. Но белые играют СД4. То есть не дают дамке занять поле Ф8 из-за хода ДЦ5. Поэтому остается единственный ход АБ6. Здесь не надо дамкой ходить. Просто играем ДЕ5. Выжидаем. Ну и черные в конце концов покидают поле Ф6. Ну допустим играют сюда. Тогда мы свободно проводим вторую шашку в дамке. Затем третью. Ну и белые здесь постепенно побеждают. Вот такой выигрыш был в этой позиции. Ну давайте друзья еще одну позицию рассмотрим. То есть после комбинации черным все-таки надо было бить не назад. Это проигрывает. А именно вперед. Да, позиция черных выглядит страшной. То есть белые заняли весь центр. У черных бортовые А3, А4. Но все-таки черные здесь могут достичь ничей. Например, АБ2, ДЕ7, АБ2, ФЖ7, БЦ3, БА5, ЕФ2, АБ6. Ну и на СД4 мы меняемся. То есть метод примитивного отбрасывания в действии. И на ДЦ3 играем здесь СБ6. Теперь белые играют. Ну допустим ЕД4. Ну даже можно ФЕ5. И на Ж6 ЕФ4. Черным на размениваться. Ну и здесь очень сильный вариант есть за белых. Играем именно ФЕ5. Черным надо играть только ФЕ7. Единственный ход. Белые играют СД4. Снова единственный ход БА5. И на ход ДЦ5 надо играть только АБ4. Белые нападают. Надо отходить. И белые играют СБ6. Критическая позиция возникла, друзья. В этой позиции можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за черных. К ниче ведет парадоксальный ход жертва. ФЕ5. То есть черные не дают белым провести вторую шашку в дамке. То есть если белые проведут одну шашку, вот эту вот в дамке, черные успеют провести свою дамку. Ну и возникнут ничейные окончания. Если же белые пытаются провести вторую шашку в дамке, тогда черные ставят дамку. Ну и видите, здесь не получается белым без жертв пройти в дамке. То есть на ход ФЕ3 мы проводим также вторую дамку. Если же белые, допустим, играют БА7, ну просто можно напасть, ну и на жертву шашки на ход БА7, играем АЖ3, также партия заканчивается ничьей. А самое интересное, что БЦ3 здесь неожиданно проигрывает, то есть белые играют ДЦ7 и грозят поставить дамку, обрезать шашки черных от похода в дамки, затем провести вторую шашку, постепенно выиграть эту шашку, ну и здесь возникают выигранные Н-шпили. Например, ну допустим, ЦБ2, ставим дамку, то есть, допустим, поставили дамку, мы вторую шашку проводим в дамке, и затем строимся вот таким образом, нападаем на эту шашку, выигрываем ее, и затем, друзья, надо построиться белым вот таким образом. То есть в этой позиции у черных единственный ход, видите, срединные поля, допустим, такие нельзя занимать из-за хода ЦБ4, на поле АЖ8 нельзя занимать из-за хода ФЕ5, остается единственный ход дамкой на Ц3. Ну и здесь есть два выигрыша, либо играем дамкой на поле Д6, ну и здесь снова нельзя на срединные поля останавливаться, ой, вернее, ну да, можно, в принципе, дамкой на Ф8 сыграть, то есть на срединные поля нельзя останавливаться, после такого хода мы выигрываем с помощью так называемого столбника, проводим вот такую комбинацию и выигрываем. Если же черные играют дамкой на АЖ8, временно шашку жертвуем и нападаем, ну и здесь белые также легко уигрывают. Во второй партии Евгений, игравший черными, сыграл несколько по-иному, то есть в этой позиции черные играют БЦ5, ну и после хода ЖА6 Юрий ответил ФЕ5, вернее, Евгений ответил ФЕ5, Юрий ответил ФЖ3, ну и после хода ЖА6 белые размениваются назад и накапливают запасные темпы. Все-таки у белых здесь огромное переразвитие, СБ4 ФЕ3, БА3 ХЖ3, ну и в этой позиции Евгений точно играет АБ6, белые играют ЖА4 и на ход БЦ5 здесь у белых дилемма, то есть после хода СБ4 позиция очень быстро завершается ничьей, а Юрию надо было выигрывать, то есть на ход АБ2 это сильнейший ход данной позиции, все остальные ходы плохие, черные проводят комбинацию, отдаем одну, затем еще две, прорываемся в дамки, но здесь дамка черных быстро гибнет, то есть белые отдают две шашки, да, у белых небольшое преимущество, но партия заканчивается ничьей очень быстро, поэтому Юрий в этой позиции играет СД4 и идет на очень интересную игру, черные отвечают СБ4, надо играть БЦ3, ну и в этой позиции возникает очень интересная идея, черным надо жертвовать шашку АБ2, кстати, хочу обратить ваше внимание, что, допустим, ход СБ6 уже здесь проигрывает, но остальные ходы, то есть надо сразу же жертвовать, потому что белые играют АБ2 на остальные ходы, ну и не дают уже пожертвовать шашку, ну и здесь возникает форсированный выигрыш, например, сильнейший вариант укажу, Б7 ЕФ2, здесь надо меняться, и здесь белые делают вот такой корявенький ход ЕФ4, после ФЖ5 белые остаются с лишней шашкой, поэтому черным надо играть ФЕ5, играем ФЖ5, и здесь у черных есть интересный ход СД4, в этой позиции, друзья, ход же Ф6 ведет лишь к ничьей, но все-таки у белых есть точный ход, ведущий к выигрышу, именно ФЕ3, ну и здесь белые грозят сыграть ЕД4, поэтому надо играть ДЦ5, затем белые размениваются назад, ну и несмотря на то, что у белых связанных левый фланг, черные здесь проигрывают, то есть на такой ход просто идем в дамки, на ход ДЕ7 позиция очень быстро зажимается, то есть черным некуда ходить, поэтому черным остается лишь размениваться вот таким образом, белые играют ФЕ3, на ход ФЕ5 проводим двойной размен с выигрышем, то есть остается в этой позиции играть только ФЕ7, тогда играем в этой позиции ФЕ3, ну и на ход, прошу прощения, ФЕ3, ФЕ7, ну и на ход СД4, здесь белые нападают БЦ3 и выигрывают, то есть на такой ход и на ход СД6, черные изготовились для прорыва по флангу, жертвуем шашку, играем АБ6, ну и в дальнейшем тут уже нет никаких проблем для выигрыша белых, поэтому в этой позиции Евгений точно пожертвовал шашку, ну и возникает примерно равная позиция, то есть у белых лишняя шашка, но за счет ослабленности их левого фланга, черные все-таки могут добиться ничьей. Далее в партии было ЖФ2, ну и здесь Евгений допустил серьезную ошибку, сыграл БА7, этот ход уже форсировано проигрывает. Надо было все-таки играть СБ6, ну кому интересно, в конце видео рассмотрю вот эти варианты. То есть после БА7 Юрий сыграл ФЖ3 и на ход БА3, здесь белые провели очень красивую комбинацию, можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют АБ2, пропускают черных дамки, затем жертвуют еще две шашки. Ну и такой необычный удар, то есть видите белая шашка А6 неожиданно попадает на Б8. Очень необычный удар для русских шашек. И здесь Евгений сдался. А самое прикольное, друзья, что в этой позиции неожиданно сразу же выигрывал ход АБ2. То есть в этой позиции белые грозят следующим ходом отдать одну шашку и побить две. Поэтому черным надо играть СД6, единственный ход. Ну БА3 проигрывает из-за ФЖ3 и белые снова проводят вот эту комбинацию. То есть на ход СД6 мы уже нападаем, единственный ход ДЦ7, разменялись. Теперь играем именно ФЖ3, то есть после ЕФ4 проходит комбинация. И черные попадают в дамки, надо играть именно ФЖ3 в этой позиции. Ну и далее форсированно возникает следующий вариант БА3, ЖФ4. Белые грозят следующим ходом побить шашку Ф6, поэтому надо ходить СД6. Белые размениваются. Ну и здесь возможны два варианта за черных. Либо белые сразу же жертвуют шашку и играют АБ2. Тогда точно белые играют ЕФ2. То есть сюда дамку нельзя ставить из-за хода ДЕ3. А если черные ставят дамку на поле А1, тогда скромно закрываемся. Ну и после вот такого размена, белые играют дамкой на поле Д8. Затем переводят дамку на А1. Ну и проводят вот эти две шашки в дамке и легко побеждают. Если же черные в этой позиции сразу же не жертвуют шашку, играют АБ6. Играем ДЕ3. Ну и на размен точно играем ЕД4. Далее ЦБ6 ЕД2, БА5 ДЕ3. Надо жертвовать. Черные прорываются в дамке вроде бы. Но сюда нельзя ставить. Дамка гибнет, надо на А1. Но белые красиво жертвуют шашку. И оказывается, что дамка черных в переплете. То есть на любой ход на так мы оттырем так, а на так так. И белые празднуют победу. Ну и наконец на ход ФГ5. Возможен еще был такой ход. Тоже очень сильный. Белые размениваются именно таким образом. Ну и на нападение. Играем ФГ3. Черные бьют на поле Ц1. Белые отдают две шашки. Прорываются в дамки. Кажется, что у белых всего лишь лишняя шашка. И черные легко достигают ничьей. Но это не так. Черным надо занимать большую дорогу. Иначе ее займут белые и выиграют. То есть постепенно проведут свои шашки в дамке. Но белые в этой позиции неожиданно играют ЕФ2. И возникает вообще сумасшедшая идея. Вперу я ее такую вижу. То есть в этой позиции черным нельзя находиться на большой дороге. Они вынуждены уйти с нее. Белые затем ее занимают. И проводят все свои шашки в дамке и выигрывают. А видите, друзья, нельзя оставаться. Если сюда ходим, тогда отдаем таким образом. И дамка гибнет. Если же черные уходят, допустим, на поле H8. Отдаем шашки таким образом. Ну и также белые здесь побеждают. То есть, друзья, мы выяснили в этой позиции после БА7. Белые форсированы побеждают во всех вариантах. А можно было сыграть СБ6. Ну и здесь уже белым для достижения ничей надо играть достаточно аккуратно. Например, ФЖ3, БА3. Ну покажу самый сильнейший вариант за обе стороны. ЖФ4, АБ2. Белые нападают. Надо жертвовать шашку. Бьем так с одинарным боем. То есть, сразу же бьем назад. Ну и после возможного размена. Есть ничья и после ДЕ5. Но прикольнее пойти ДЦ5. Теперь черным уже надо аккуратно бить. Именно на поле Ф2. Остальное плохо. Бьем на Ж3. Ну и в этой позиции к ничей ведут либо АБ2. Либо вот такой размен. И белые достигают ничьей. Ну и наконец, друзья, последняя идея от дедушки Цирика. То есть, в этой позиции, если бы Юрий Аникеев сыграл шаблонно. То есть, допустим, Ж4. Здесь Евгений кроме хода АБ6 мог играть и ДЕ5. Ну и допустим, на ход ФЕ3 играем СД6. Если белые будут тупо размениваться назад, то их позиция станет критической. Например, так, 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 так. То есть, черные просто ждут. Играют на отсталую шашку А1. ДЕ5, ФЖ3, ЕД6. Ну и здесь уже надо играть ДЦ3. То есть, на ход ДЦ3 играем БЦ5. Надо размениваться. Ну и возникает старинная идея гроссмейстера Зиновия Цирика. Он ее анализировал еще в 1952 году. То есть, черные нападают, надо закрываться. И черные неожиданно играют ФЕ5. Кажется, что черным некуда ходить. То есть, у белых кажется выигрыш. Они играют Ж4. Но на самом деле это не так. Черные жертвуют шашку. И неожиданно выясняется, что здесь, наоборот, черные побеждают. То есть, на ход Ж6 просто. Идем в дамки. Здесь никаких вариантов нет. То есть, если белые играют АЖ7, они не могут свою дамку поставить. Видите? То есть, допустим, как еще играть в этой позиции? На такой ход также просто бьем в дамки. Белые бьют две. Бьем скромно одну. Надо закрываться. Ну и черные здесь легко побеждают. Сильнейший за белый ход ФЖ3. Это сильнейшее сопротивление. Теперь черные играют ДЕ3. Грозят подорвать пункт С1. Поэтому белым в этой позиции надо играть. Жертвовать шашку. И пытаться прорваться в дамки. Но черные здесь снова очень красиво жертвуют две шашки, в свою очередь. И скромно ставят дамку на поле Е1. Белым кажется, что здесь они еще имеют шансы на ничью. То есть, они играют АЖ5. Ну и на постановку дамки по большой дороге все-таки дамка черных здесь ловится. Ну и здесь возникает позиция с оппозицией 1 на 1 в самом конце. И все-таки черные очень красиво побеждают. Классика от дедушки Цирика. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели очень большое количество очень красивых идей. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Поддержите мое творчество. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы, если вам что-либо не ясно. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Играйте много. Играйте честно. Субтитры сделал DimaTorzok